ПЕСНЯ 28 июня 1941 года части 3-й танковой группы «Вермахта» прорвали оборону Минского укреплённого района линии Сталина и вошли в Минск. Следующим в плане «Барбаросса» был Смоленск, откуда открывалась прямая дорога на Москву. Но сначала требовалось прорвать оборону Полоцкого укреплённого района линии Сталина. В 1938 году весь командный состав Дальневосточного военного округа был арестован. В том числе и комбриг Алексей Зыгин. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и измене родины. Единственной уликой против Зыгина был донос, но для суда этого было недостаточно. Требовалось признание. Допрос длился уже 11-е сутки. Никто из находившихся в комнате не знал, что этот подследственный ещё будет оправдан и восстановлен в звании. А через три года бывший заключённый Алексей Зыгин станет одним из тех, кто спасёт Москву. Немецкие солдаты воевали уже второй год. Многие были искренне убеждены, что ведут правую борьбу за великое будущее Германии. «Нас со всех сторон убеждали, что нам нужно восстановить справедливость, что нужно вернуть наши земли. Поэтому я был воодушевлён и добровольцем пошёл в армию». Ощутив вкус побед в Европе, все немецкие солдаты безоговорочно верили своему фюреру и готовы были покорить мир. После года мирной жизни в Польше, незадолго до 22 июня, нас привели в боеготовность. Речь шла о войне с Россией. Граждане Советского Союза своё будущее связывали исключительно с именем Сталина. Под руководством Коммунистической партии они строили государство нового типа. И если сам товарищ Сталин сказал, что войны не будет, её не ждали. Я жил на даче, это Клязьма. У нас были хорошие ребята, мы играли в футбол. И на воскресенье была назначена встреча, там у нас своё футбольное поле, не только прямо от нашего дома. И вдруг в 12 часов там приезжают друзья и говорят, смеётесь, да, а вот Герман нам объявил войну. Мы шутим. Какой Герман? Гитлер объявил нам войну. А примерно часа через три снова разу сообщает указ Верховного Совета Союза СССР в связи с вероломным нападением на Советский Союз германских войск объявляется мобилизация годных для службы в армии. Немецкое командование планировало захватить Смоленск, окружив его с двух сторон. С южной стороны должна была наступать вторая танковая группа под командованием Гейнса Гудериана. В вермахте ему дали прозвище быстроходный Гейнс. С севера завершить окружение должна была третья танковая группа. Её возглавлял Герман Годт, которого солдаты называли Папа Годт. Командование третьей танковой группы не рассчитывало на сильное сопротивление на западной длине и решило пройти свободную от противника территорию по возможности более широким фронтам. Серьезной обороны от устаревших укреплений под Полоцком не ожидалось. Над соединениями Красной Армии то и дело баражировали немецкие самолёты-разведчики. Противник приближался. Для подготовки Полоцкого укрепрайона к обороне были мобилизованы более 10 тысяч местных жителей. Командование понимало, что если этот участок линии Сталина будет прорван так же быстро, как и Минский укрепрайон, то фронт уже не удержать. Протяжённость Полоцкого укреплённого района составляла 56 километров. На этой территории располагалось 203 долговременные огневые точки, из которых 10 были противотанковыми, с башнями АТ-26. Перед основной линией дотов полоса предполья. Здесь мобилизованные вместе с военными действующих частей должны были установить инженерные заграждения. Завалы, надолбы, рвы, ряды колючей проволоки. Каждое заграждение должно находиться под огнём, равно как и подступы к нему. Каждое заграждение и каждый участок заграждений должен иметь свой гарнизон. Причём в отдельных случаях это может быть группа бойцов из трёх-четырёх человек, вооружённых автоматами и гранатами. Чем пересечённее местность, тем большее число должно быть выделено мелких групп, обороняющих заграждения. Войска в предполье располагались в окопах, пулемётных гнёздах и дерево-земляных точках. На каждый дот дополнительно строилось по 2-3 дзота для того, чтобы плотность огня и глубину обороны увеличить. В принципе, по планам командования довоенному так оно и требовалось. Ведь доты железобетонные, они представляли собой каркас обороны. И их нужно было наполнить полевым заполнением, то бишь пехотой. Рылись окопы, стрелковые ячейки, строились дзоты. Местное население помогало строить противотанковые заграждения, как то противотанковые рвы, которые сохранились поныне. Объём работ просто колоссален. Готовились к обороне и другие участки линии Сталина. В первые дни войны в Киевском укреплённом районе для оказания помощи в создании зоны предполья было направлено около 50 тысяч местных жителей. Через несколько суток их число возросло до 200 тысяч. Советское командование ожидало, что на севере страны со дня на день в наступлении перейдут финны. В Карельский укрепрайон из Ленинграда были присланы метростроевцы во главе с инженером Иваном Зубковым. Они имели большой опыт в области земляных работ. Кроме того, на всех участках обороны требовалось привести в порядок оборудование дотов. Полным ходом шла мобилизация. В гарнизон Полоцкого укрепрайона направлялись поезда с добровольцами из Москвы и Ленинграда. В пути были уральские дивизии. Железная дорога оказалась перегружена. И без того сложную ситуацию усугубляли немецкие авианалёты. Штурмовики немецкие поймали наш эшелон и добавили обстреливать. Эшелон остановился, мы все разбежались, конечно. Хоть до этого инструктажа не было, но поняли, что раз остановился, надо бежать. Потому что они стали расстреливать вагоны. Но, кажется, они никого не убили, не ранили, потому что тогда было известно нам. Ещё раз была в этот же день опять атака. Это Вики-Луки почти город. Далеко всё-таки от границы. Мы прибыли в Вики-Луки и увидали первые трупы. И обстрелили вокзал, штурмовики. И там были, наверное, из пассажиров, а может быть, из работников вокзала, лежали трупы, накрытые там таким брезентом. Это мы увидели первые жертвы. Иногда, чтобы проехать, приходилось сначала убирать разбитые вагоны и восстанавливать железнодорожное полотно. В одном из поездов из Щелябинска в Полоцк ехал бывший заключённый, а ныне командир 174-й стрелковой дивизии комбриг Алексей Иванович Зыгин. Из-за многочисленных задержек в пути Зыгин не успел прибыть в Полоцк к началу боевых действий. Утром 27 июня командир ДОТа у деревни Курляны заметил немецкую механизированную колонну у переправы через реку Ушачу. Ориентир одинок стоящая Ива. Влево 10. Ждать моей команды. Он доложил об этом начальству. Вскоре по авангарду противника открыли огонь артиллерийские ДОТы. Оба сектора! Огонь! Огонь! Трудно сказать кому тогда из немцев благополучно удалось унести ноги. Офицеры и солдаты наблюдательных пунктов не встречая со стороны противника ни одного автоматного выстрела пошли посмотреть на результаты своего коллективного труда. Уцелевшие от нашего артиллерийского огня небольшие группы немцев за это время успели отрыть для себя почти полного профиля окопы и настолько были перепуганы что без всякого сопротивления сдавались в плен. И там можно было сказать спасайся кто может. Нужно было выживать любой ценой либо ты либо тебя. Я тоже стрелял по укрытию где залег русский в каске. Был ли он мертв или только притворялся этого я не знал. Я прорывался через фронт до вечера пока не стеркнулся и темнело. Там я и попал в плен. На допросе пленные показали что у них был приказ от командования захватить все мосты через западную двину вблизи Полоцка и удержать их до подхода главных сил. Если бы им это удалось защитники Полоцка потеряли бы одно из своих преимуществ естественную преграду на пути танковых колонн Германа Готта. Вечером того же дня прибыли долгожданные эшелоны с дивизиями из Ижевска Уфы Перми и Челябинска. Пока они разгружались немецкая авиация вела непрерывные бомбежки. Санитарки они издерганы были измотраны абсолютно все время стонут этому помоги они бегают они даже не знают когда моменты чтобы поесть хоть чуть-чуть мы им помогали все время и вот грузим машину одну кладем туда тяжелораненых ведь есть такие раненые что он весь забинтован обожженный танкист и говорят вот сиди и смачивай ему губы не давай пить смачивай губы водой вот ваточкой к утру авианалеты прекратились в Полоцке оказалось большое количество беженцев из оккупированных немцами населенных пунктов и красноармейцев чьи воинские части были разбиты в боях мест в госпиталях не хватало поэтому носилки зачастую стояли во дворах через Полоцк прошла масса людей как гражданских так и военнослужащих отходящих и уходящих а это была воистину картина она не могла не влиять на моральное состояние необстрелянного личного состава идут и едут на подводах и автомашинах военнослужащие с оружием и без оружия босиком и обутые с шинелью и без зоны с противогазом и без него перед нами грузовая машина а в ней полный кузов военнослужащих и даже на подножках стоят и в кузове не сидят а стоят почти все как правило без документов узнать что-либо невозможно солдаты сплошь и рядом отвечают что всех разбили один лишь я остался и так круглосуточно мы не знали что нас ведут в ДОТ и нет ведут и вдруг останавливаются отсчитывают там 10-12 человек дают командира и он ведет в ДОТ это будущий гарнизон ДОТ так дошла и до нашей очереди ДОТ назывался 50-й в ДОТ был установлен перископ как на подводной лодке мне вручили этот перископ и я с утра до вечера в светлый день стоял у перископа и наблюдал и докладывал а задача была видеть если вдруг появились среди беженцев среди гражданского военная значит медленно сообщать тут связист все время сидел докладывал три человека в касках без каски с мешком какие-нибудь опознавательные знаки рядом там кто идет может быть там много женщин как одет чтобы а там уже сидят засада вылавливали специально вот этих немецких шпионов 28 июня генерал Гот выдвинул в сторону Полоцка свои главные силы в состав третьей танковой группы входило 11 дивизий всего более тысячи танков и около 250 тысяч человек им противостояли 22 армия состоящая из 6 дивизий гарнизон Полоцкого укрепрайона и разрозненные отступающие соединения оказавшиеся в этой местности 29 июня 1941 года распоряжением военного совета 22 армии был образован Полоцкий боевой участок который включал долговременное укрепление Полоцкого укрепленного района и прикрывавшие их полевые части командующим участка был назначен Алексей Зыгин тогда в 38 несмотря на многочисленные допросы Зыгин так и не признал свою иму в результате дело развалилось через полтора года он был освобожден полностью реабилитирован и восстановлен в звании перед Зыгиным была поставлена задача немедленно привести все доты Полоцкого укрепрайона в полную боеготовность проверить маскировку огневых точек при необходимости расчистить обзор секторов обстрела во всех направлениях кроме того на него налагалась ответственность к утру 30 числа внести изменения в планы по противотанковой воздушной и химической обороне укрепрайона согласно новой оперативной обстановке в полдень на мой командный пункт прибыл пожилой плотно сложенный с подкупающей внешностью комбрик назвался командиром 174 стрелковой дивизии Зыгиным я доложил ему обстановку внимательно выслушав комбрик сказал до выхода дивизии в позиционные районы любой ценой удержите занимаемый вами рубеж прикройте нас артиллерийским огнем первый пошел второй пошел дети пошел белочи пошел вперед план Зыгина заключался в том чтобы основные силы расположить за укрепрайоном и ждать немцев в предполе укрепрайона и по максимуму использовать потенциал железобетонных сооружений не губя бестолпой жизни солдата Алексей Зыгин утвердил окончательное расположение дивизий на Полоцком боевом участке рубеж от Десны до Улы заняла 174-я Челябинская с правой стороны расположились 98-я из Ижевска и 112-я из Перми севернее 170-я Башкирская недалеко от станции Забелье развернулась 126-я дивизия отступившая из Прибалтики на левом фланге 186-я стрелковая дивизия наступило 3 июля 1941 года в Киевском укрепленном районе продолжали готовиться к обороне до первых огневых точек немцам еще нужно было пройти 350 километров в Карелии финны перешли границу и провели три атаки выявив расположение огневых точек А в Белоруссии Герман Гот начал первую полномасштабную атаку на Полоцк 19-я танковая дивизия вышла к деревне Ветрено где находился опорный пункт обороны летчики Люфтваффе зафиксировали высокую концентрацию сил РККА в этом районе тогда танки изменили направление движения в сторону города Десна Генерал Гот хотел сберечь как можно больше бронетехники даже путем отставания от графика и приказал вначале нанести массированный бомбовый удар Вскоре к деревне Ветрено подошла 18-я моторизованная дивизия ее первая атака показала что защитники выдержали авианалет Зыгин сразу же принимает очень грамотное решение просто изумительно на тот момент он создает такой подвижный резерв боевой отряд он туда передает достаточное количество автомобилей он получает мобильность придает большое количество сорокопяток которые могут подбивать на тот момент любой немецкий танк когда противник начинал уж очень сильно наседать в каком-то месте этот перебрасывался отряд назовем его бригада значит это место наносил какой-то фланговый удар с большими потерями для противника вот и противник вынуждал там все-таки уменьшить свой напор 4 июля немцы подтянули несколько дивизий и продолжили атаки чтобы поднять боевой дух своих солдат комбриг Зыгин принял решение покинуть наблюдательный пост и лично руководить боем на самых ответственных участках обороны русские видимо не могут еще организовать твердое управление своими войсками лишь в Полоцке находится способный руководитель в результате напряженного боя 19-я механизированная дивизия вермахта смогла сломить сопротивление защитников и форсировав западную двину заняла плацдарм на правом берегу реки дважды советским войскам удавалось выбить их с этого участка но части вермахта усиливались резервами и вновь брали эти позиции 20-я танковая дивизия ударила в районе ула Бешенковича бой шел буквально за каждый метр на этом участке советские войска были отброшены вглубь оборонительного рубежа шести дивизиям оборонявшим Полоцк противостояло до 16 дивизий вермахта для сравнения в армию Паулюса которая будет штурмовать Сталинград войдет всего 13 дивизий силы вермахта атаковали участок обороны 174 стрелковой дивизии рассчитывая парализовать основные резервы защитников и блокировать долговременные огневые точки комбриг ввел в бой резервный полк советские войска нанесли контрудар на западном и южном участках Полоцкого крепрайона Немцы не ожидали таких контратак штурм провалился это был просто ад нас обстреливали справа и слева нашу соседнюю часть тоже обстреливали я был адъютантом в танке моего командира я выжил но мне пришлось принять командование другой частью командир который погиб то что там происходило было просто жутко генералу Готу пришлось срочно перебросить из-под Минска части 14 моторизованной дивизии в штабе 3-й танковой группы вермахта приняли решение сменить тактику сковывая советские войска по фронту основной удар противник нанес в обход Полоцкого укрепрайона 57-й моторизованный корпус под командованием генерала Адольфа Кунцена ударил по 174-й стрелковой дивизии комбрига Зыгина в районе Боровковичи Боровуха-1 в полдень 7-го июля около 30 машин 19-й танковой дивизии вермахта при мощной минометной и авиационной поддержке атаковали северную часть Полоцкого укрепрайона обороняющимся советским подразделением пришлось отойти на линию дотов немцы заполучили плацдарм у города Десна узнав об этом комбриг Зыгин возглавил контратаку немцев удалось сбить с плацдарма были захвачены трофеи что интересно один неповрежденный танк и два бронеавтомобиля брошенные экипажами их включили в состав этих подвижных отрядов использовали уже против врагов 98-я и 174-я стрелковая дивизия русских продолжают атаковать 19-ю танковую дивизию по-видимому противник хочет удержать Полоцк любой ценой 9 июля 1941 года танковые соединения вермахта подошли к Витебску появилась опасность окружения полоцкого боевого участка тем не менее приказа на отступление не было Зыгин понимал чем дольше ему удастся задержать немецкие части здесь тем больше будет времени у командования на подготовку обороны Смоленска шестой 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 ясок отверстие шестой 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 красноармейцам приходилось отбивать по пять атак в день особенно тяжелые бои выдались у поселка Боровуха-1 при этом защитники совершали постоянные вылазки и атаковали немецкие части здесь немцы потеряли несколько десятков танков и более двух тысяч своих солдат 10 июля 1941 года войска Финляндии начали наступление по всей длине Карельского укрепрайона вечером 11 июля мотопехота вермахта была встречена пулеметным огнем со стороны Киевского укрепрайона а в трехстах километрах от Полоцка разворачивалось самое масштабное сражение начального периода Великой Отечественной войны Смоленская для того чтобы одержать в нем победу частям вермахта на этом направлении недоставало одной из главных ударных сил третьей танковой группы генерала Гота часть которой продолжала штурм Полоцка кроме того через Полоцк должны были пройти линии снабжения для всех ударных подразделений вермахта этого региона но грузовики с боеприпасами приходилось гнать в обход из-за чего темп немецкого наступления постоянно замедлялся с одной стороны Полоцк уже охватывали с востока и с другой стороны наличие Диссинского плацдарма и развитие наступления немцев в северо-восточном направлении прорыв их через Владычино на Дретунь также способствовал тому что враг мог охватить с двух сторон укрепрайон и просто окружить полоцкую группировку войск немцы подтянули к Полоцкому укрепрайону свежие силы пехотных подразделений 23-го армейского корпуса в состав которых входили специальные штурмовые группы предназначенные для подавления и ликвидации долговременных огневых точек поначалу гарнизоны дотов еще могли выходить из укрытия и вступать в бой с такими группами вплоть до рукопашных сваток но вскоре в укрепрайоне уже не хватало ни людей ни боеприпасов в ночь с 12-го на 13-е июля состоялся огневой налет двух минометных батарей на наши опорные пункты повторившиеся через несколько минут три раза из комсостава жив и невредим остался только я командир батареи лейтенант Нечаев пропал без вести старший на батарее младший лейтенант Виноградов получил два ранения 13-го июля на юге части вермахта нанесли мощный удар по киевскому укрепленному району возле села Романовка но встретив хорошо организованное сопротивление поняли что сходу оборону не прорвать на севере СССР ситуация складывалась тревожная финны перехватив инициативу метр за метром оттесняли русских самое тяжелое положение сложилось у защитников Полоцка В моем взводе осталась одна 45-миллиметровая пушка когда нас срочно перебросили к Бараухе-1 огнем поражали напиравших немцев я из орудия сделал до 40 выстрелов осколочными снарядами бил по цепям атакующих гитлеровцев у нашего орудия разбило противооткатное устройство погиб заряжающий наводчику оторвало ногу немецким войскам удалось прорвать оборону на севере укрепрайона и начать продвижение к Невель но 174-я стрелковая дивизия продолжала удерживать Полоцкий укрепрайон отражая атаки неприятеля в направлении Бараухи положение было критическим но несмотря на это камбрик Зыгин продолжал контратаковать противника продвижение 18-й моторизованной дивизии от Улы на городок было задержано ударом гарнизона крепости Полоцк по ее тылу к вечеру 15 июля немецкие войска захватили левобережную часть Полоцка через нее немедленно двинулись транспортные колонны с топливом запчастями и подкреплениями необходимыми для взятия Смоленска 16 июля взят Невель Полоцкий укрепрайон рисковал превратиться в Полоцкий котел в этих условиях военный совет отдал приказ начать отход гарнизона в сторону Великих Луг перед отступлением в Полоцке все важные объекты были заминированы было взорвано нефтебаза были подорваны мосты причем мосты подрывались в последнюю минуту дело в том что их берегли для того чтобы Красная Армия смогла контратаковать противника командование советских дивизий все еще надеялось что войска оставляют эту территорию ненадолго ходили слухи о подкреплениях которые вот-вот должны прислать из Сибири свежие части обеспечили бы решительный перелом в компании но их все не было уничтожив все важные объекты уцелевшие защитники Полоцкого укрепрайона начали организованное отступление военнослужащие шли в колоннах с боевым охранением наша задача сходу преодолеть вот эти 100 километров сходу освободить Невель и мы на свободе соединимся с нашими основными частями которые там держат оборону вот так мы выходили причем это был такой изнурительный поход шли день и ночь нужно 100 километров мы наверное может шли две ночи и один день эти 100 километров засыпали на ходу задача по выходу из окружения являлась одной из самых сложных необходимо было сохранить людей технику и оторваться от врага отход частей прикрывал первый батальон 494-го стрелкового полка под командованием капитана Кочнева сдерживать противника остались и несколько гарнизонов пулеметных дотов эти несколько небольших подразделений сделали все что могли удерживали позиции еще несколько дней большая часть личного состава погибла 21 июля комбриг Алексей Зыгин организовал ночной прорыв в направлении Великих Луг В ходе атаки полоцкие части уничтожили немецкий мотострелковый батальон и вырвались из котла Докладывая о захвате полоцкого укрепрайона генерал Герман Год отмечал Начатое наступление на полоцк многократно натыкалось на вражеские контратаки и неоднократно приостанавливалось Руководство войсками у противника отличается энергичностью чувствуется единство и целеустремленность в руководстве боевыми действиями Оборона отличалась самоотверженностью В последних боях мы понесли существенные потери в технике и живой силе Русские солдаты дрались упорно и ожесточенно были очень стойки в обороне по всем данным находились под хорошим руководством командиров За умелое руководство Полоцким укрепленным районом за личное мужество и храбрость за успешный вывод войск из окружения Алексею Зыгину было присвоено звание генерал-майора и вручен орден Ленина В последующем он принял командование 4-й гвардейской армии По планам Генштаба Полоцкий укрепленный район должен был удерживать противника всего 15 дней Но защитники сковали немецкие войска больше чем на три недели с 27 июня по 19 июля Могу сказать только одно для советской обороны трехнедельная задержка в Полоцке была очень важна особенно для Москвы чтобы выиграть время План Барбароса предполагал взятие Москвы к 15 августа но он был сорван Три Три недели от срочки дали советскому командованию возможность затянуть смоленское сражение до 10 сентября Но и после его окончания части вермахта не смогут ударить по советской столице Им придется повернуть на юг чтобы сломить сопротивление других участков обороны линии Сталина Например Киевский укрепленный район продержится почти два месяца вплоть до 26 сентября 1941 года На севере наступление финнов продлилось до 9 сентября За это время им удалось овладеть передовой позицией и несколькими дотами главной позицией Карельского укрепленного района При этом финская армия понесла тяжелые потери и была вынуждена перейти к обороне Этот укрепленный район так и не будет взят В октябре в России начнется распутиться а в ноябре ударят первые морозы Наступление на Москву захлебнется В сентябре немцы подошли к Ленинграду в ноябре к Москве и Ростову но у них уже не было сил продвигаться дальше Потери были значительными почти вся армия Сравните численность войск вермахта 22 июня и 4 декабря Боеспособность немцев сильно упала К русским подоспело подкрепление Они смогли окружить немецкие войска Но советский народ дорого заплатил за победу выстрадал Они сражались и сломали немцев Сейчас получив и осознав много неизвестной ранее информации историки настойчиво ищут ответ на вопрос смогла ли линия Сталина выполнить свою задачу Эта укрепленная полоса протянулась от Балтийского до Черного моря Она включала более 4 тысяч долговременных огневых точек которые должны были надежно защитить СССР от атаки с Запада По различным причинам эффективно использовать некоторые участки обороны не удалось Но с уверенностью можно сказать Если бы вся укрепленная полоса была подготовлена так же как Полоцкий Киевский и Карельский укрепрайоны то Вторая мировая война закончилась бы намного раньше Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok